Приветствую вас! Я увидел, что вы задавали до этого вопросы в разделе «Эзотерика» и, значит, полагаю, что немножечко не разобрались с тем, как вообще вам нужно, значит, как вам нужно эти вопросы задавать, то есть я имею ввиду, как вам нужно формулировать свой запрос к психологу, если вы хотите получить от него помощь. Вот вы спрашиваете у нас, наш папрон, как убрать блоки. Но проблема заключается в том, что, видите ли, мы вам убрать блоки помочь не можем. На самом деле, по крайней мере, я не думаю, что это возможно сделать. Значит, по какой причине? По такой причине, что, значит, у нас нету информации о вас. Мы не знаем вас, мы не знаем, какие ваши проблемы, мы не знаем, с чем мы имеем дело и так далее. Соответственно, говорить о том, о чем мы не знаем смысла нет. Вот. Значит, потому что, ну, какие именно у вас блоки, мы не в курсе. Почему они появились и так далее, тоже не знаем. Вот. С какого момента они у вас возникли, мы не понимаем тоже. И, соответственно, говорить о том, как вам помочь, их убрать нельзя. Потому что блоки бывают разные. Заключены они могут быть в разных моментах, в разных аспектах вашей жизни. Касаться совершенно разных областей психологии. И слепую говорить вам о том, как убрать блоки, ну, на самом деле, я бы не хотел бы. Вот. Значит, далее, что касается негативных мыслей. Здесь ситуация следующая. Что касается, значит, негативных мыслей, то здесь ситуация следующая. Негативные мысли всегда идут, как это не странно может быть, будет для вас. Негативные мысли всегда идут из негативных же установок. И у этих негативных установок почти всегда есть, значит, причины. Почти всегда у них есть свои основания для того, чтобы им иметь место быть с вами, у вас точнее. И чтобы убрать негативные мысли, нужно найти эти негативные установки. Негативные установки – это смысловые установки, которые вы сформировали у себя и которые, к сожалению, негативно сказываются на вашей деятельности. То есть здесь опять же речь идет о том, чтобы помочь вам найти эти самые негативные установки, которые у вас есть. Негативные, ну, негативные смысловые установки, которые есть в вашем сознании и, значит, которые не позволяют вам, например, видеть позитив, например, более объективно воспринимать окружающий мир, ну и так далее, так далее. То есть поиск смысловых установок. Кстати говоря, негативные смысловые установки могут стать причиной депрессивного состояния. И впоследствии стать, соответственно, депрессией тоже. Если с этим не работать. Конечно. Далее. Значит, вы пишите про повышение своей самооценки. Значит, опять же. Опять же. Из чего образуется, из чего формируется, по-настоящему. Во-первых, из, значит, во-первых, из, значит, мнения общества о вас. Да. Во-вторых, из того, что вы думаете о себе. В-третьих, значит, из того мнения о вас же, которое сформировали родители. И в-третьих, и далее, из того, что пусть вы сами для себя считаете, ну вот, чем-то негативным, чем-то, значит, чем-то ужасным, чем-то недостойным у вас и так далее. То есть, вот откуда вытекает эта самая, значит, низкая самооценка. И в первую очередь, в первую очередь, с вами нужно прорабатывать источники появления вот этих самых, значит, негативных оценок ваших. Именно источники, понимаете? То есть, то есть, не сразу получать свою саматную информацию, потому что оно объективно, опять же, допустим, допустим, я вам или какой-либо другой эксперт скажет вам, например, что вы, там, допустим, самое лучшее, что вы, там, самое прекрасное, что вы, там, самое красивое. И так далее, и так далее, и так далее, это будет, может быть и правда, но нужно правильно понимать, нужно правильно понимать, что, если не научить вас адекватно реагировать на то, как ведут себя люди с вами, если не научить вас, если вы сами даже не увидите механизмов, которые двигают людьми, значит, двигают людьми в сторону, вот создание этой самой негативной оценки у вас, если вы не будете видеть механизмов, вот этих вот механизмов, то сколько бы мы с вами не работали, и как бы мы вам не объясняли, значит, ну, как нужно повышать, там, свою самооценку и прочее, как бы мы вам это объясняли, все равно, вы будете на это обращать внимание, снова и снова, раз за разом, просто потому, что любая ситуация будет вновь вводить вас в это состояние, когда, значит, ну, вы оказываетесь под воздействием чужого мнения, да? Вот, значит, далее, что я вам хочу сказать по поводу еще, значит, вашей самооценки. Значит, смотрите, получается, что вы не уверены в себе, то есть, если вы испытываете определенные проблемы с молодцем, то вы не уверены в себе, если вы испытываете. Если у вас недостаточно высокая самооценка, да, то вы не уверены в себе, значит, вопрос будет у меня к вам такой. А в чем именно? А в чем именно? А в чем конкретно вы себе не уверены? В чем вы сомневаетесь в себе? Что и почему заставляет вас в себе сомневаться? Да, понимаете, негативная самооценка, это в первую очередь, низкая самооценка, это в первую очередь, как бы, деструктивное восприятие своих слабых, ну, своих слабых черт, своих слабых сторон. Это именно деструктивное восприятие своих слабых сторон. И, соответственно, нужно понимать, какие у вас слабые стороны. Учиться их правильно воспринимать, правильно понимать, их принимать, не только воспринимать, да, но и принимать тоже. Вот. И относиться к ним так, к чему-то естественному, что, кстати, является верным, потому что это действительно естественно для вас, ну, то есть для любого человека, естественно, иметь какие-то негативные, значит, стороны, какие-то слабые стороны, все это нормально, абсолютно нормально. Вот. Но если человек отказывается это воспринимать, если человек не может это воспринимать, то начинается проблема. И проблемы, к сожалению, они всегда выливаются именно вот в то, что вы пишете, в низкую сумму, в низкую сумму, да? Вот. Далее. Значит, если мы, опять же, с вами говорим сейчас о том, значит, что вам нужно свою смартфонику повышать, то нужно принимать себя в такой, какая вы есть. Принимать и любить. А свои слабые стороны воспринимать как что-то естественное и, во-первых, осознавать, когда они вам как-то там, ну, как-то помогают, когда они как-то играют вам на пользу, а когда и вредят. Потому что вот момент, момент, когда они действительно вам вредят, эти моменты, когда они действительно вам вредят, ваши слабые стороны, ваши недостатки, их можно и нужно стараться оккупировать. В этом, в этом нет ничего плохого и, более того, это нормально. Но! Купировать, купировать, это, простите, не то же самое, что стараться полностью подавить. И вот до тех пор, пока вы будете стараться полностью подавить себя и свои слабые стороны. А если вы будете стараться это делать, то ситуация будет достаточно плачевна. Потому что подавить свои слабые стороны вы не сможете, я понимаю, это означает сломать себя, это означает перестать быть, ну, перестать быть той, кем вы являетесь, это невозможно и неправильно, это очень плохо для вас. Но принять, принять, еще раз повторюсь, принять свои недостатки и грамотно ими управлять, грамотно их использовать, вы можете исполнить. Поэтому нужно учиться. Для начала необходим такой, знаете, я бы сказал, по возможности, конечно, объективный взгляд со стороны, объективный взгляд на вас в позиции именно психологии. То есть, что у вас является действительно слабыми сторонами, да? А что у вас является теми слабыми сторонами, например, которые вам люди прописали? Окружающие люди, я имею в виду. И понятно, что к таким, например, прислушиваться не нужно. Понятно, что в этой ситуации не нужно прислушиваться к людям и как-то обращать внимание на то, что они вам говорят в данном случае. И так далее, и так далее. Но все это по большому счету работа. По большому счету работа. И вот так вот, сразу, в ходу, я не думаю, что вы сможете это сделать. И я не думаю также, что вы сможете это сделать самостоятельно. Я вас не пугаю сейчас, вы не подумайте, может быть, у вас, вот, вы не знаете, да, как, может быть, психология это принято, но я вас не пугаю. Я просто говорю вам о том, что те задачи, которые вы ставите перед нами, они довольно серьезные. И их нельзя, их вредно, опасно решать так, как вы это хотите. То есть, ну, вы предлагаете что сделать? Вы предлагаете просто дать вам рекомендации, да, которые помогли бы вам с этим справиться. Значит, не желая, как я понимаю, не желая там записываться на личную консультацию. Это ваше право, это ваше право, вас никто, ну, в том числе и я, заставлять этого делать не будет. Не будет, это опять же было бы неверно. Вот. Но, да, этот результат будет соответствующий. Это, вот я хотел вам сказать. Что вы можете сделать, значит, что вы можете сделать сейчас для того, чтобы, вот, постараться принизить свою низкую смазку, постараться ее повысить. Значит, сделать вы можете несколько вещей. Первое. Это, значит, напишите себе на листе бумаги список своих сильных и список своих слабых сторон. Это первое. Проанализируйте, какие из этих сторон являются всегда негативными, а какие из них являются ситуационно негативными. То есть, ситуация имеется в виду, что в каких-то аспектах, в каких-то моментах, они эти, значит, эти ситуации, эти ваши характеристики, они несут вам пользу, они несут вам что-то хорошее и так далее. Если вы, значит, такое найдете, я думаю, что это не будет чем-то плотным для вас. Если вы такое найдете, то это не что иное, вот эти вот черты, о которых я говорю, это не что иное, как ваши индивидуальные качества. И эти индивидуальные качества нельзя подавлять. Их нельзя стараться уничтожить, потому, что это то, что, по сути дела, делает вас собой. Это то, что вас, по сути дела, значит, ну, представляет вас уникальным. Вот. Далее. Есть у вас и такие качества, которые являются всегда негативными. Вот всегда. Такое тоже случается, такое тоже бывает. Это, к сожалению, нормально, а может быть, к счастью нормально. Нужно воспринимать достаточно флософски. Вот. И что вы в этой ситуации делаете? А в этой ситуации вы действуете следующим образом. вы не стараетесь продавить себя, как мы уже сказали, это очень плохо, но вы стараетесь принизить негативное влияние этих самых качеств. Принизить негативное влияние, то есть сделать их максимально, ну, минимально, я правильно мне было бы сказать, минимально влияющими на вашу жизнь. Вот это вот правильная формулировка будет. именно так вам нужно будет поступить. Это первое упражнение. И старайтесь учиться вот после этого на этой информации старайтесь учиться принимать себя такой, какая вы есть, да, и учиться любить свои даже не очень хорошие качества, а те же качества, что всегда являются негативными, негативными вы просто старайтесь принять. Далее, есть то, в чем вы себе не уверены. Ну, объективно это есть. Хочу, чтобы повысить самооценку, вам нужно сделать следующее. Вам нужно ставить себе определенные задачи, которые будут образовывать цели, цели, и идти к этим целям, идти к этим задачам, идти к этим, ну, к этим установленным вами, направлениям в этих установленных вами направлениях, и тем самым, тем самым, вы бы как раз повышали бы свою самооценку именно благодаря тому, именно благодаря тому, и по тому, и по тому, что как раз таки действует в том направлении и в тех направлениях, которые являются для вас важными. Я думаю, что вот это, эти две вещи вам будут полезны именно вот на сегодняшний день, это то, что вы можете сделать самостоятельно, это, конечно, немного, но то, что вы можете реально сделать сам, то, что реально вы можете самостоятельно осуществить. Вот. что это касается всего остального, то здесь ситуация, к сожалению, такого, что вам в любом случае нужно обращаться к экспертам для того, чтобы вам помогли с вашей проблематикой, потому что в другом случае, в другой ситуации, я боюсь, что эффекта особого у вас не будет. Естественно, верить вам или нет, это уже выбор ваш, а я просто высказываю, в данном случае высказываю свое профессиональное мнение, которое основано, опять же, на опыте. Вот это опыт работы. Вот. Почему я вам все это говорю? Говорю вам все это для того, чтобы вы не думали, что это можно, что то, что с вами происходит, можно решить за несколько там сеансов, да, вот. Вы так жили, вы привыкли так жить, и вы будете неохотно, очень неохотно менять свою модель поведения. просто к тому, что привычка это очень сильная вещь. Так что смотрите сами, как вы будете действовать, решать, я думаю, в этом случае целиком и полностью вам. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы на соцсале, пишите в личку помогу, если вам понравился мой ответ. буду благодарен, если сделаете его лучшим мой ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи, если какие-то вопросы остались, еще раз повторю вам, буду рад вам помочь, обращайтесь с ней, с ней. До свидания. удачи. 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 Удачи.